Девять лет назад я начала свою преподавательскую деятельность в университете Лихай в Пенсильвании. Было относительно легко удивить студентов, сказав им, что я родилась в стране, которая больше не существует. Страна, столь чужая и загадочная для многих американцев, страна с жестоким прошлым — Советский Союз. Не думаю, что они часто встречали девушек-преподавателей из Казахстана. Но давайте призадумаемся, почему же в коллективном сознании в мире очень много стереотипов о том, что профессура — это белые мужчины, а не девушки с необычной фамилией и, казалось бы, необычной страны — Казахстан. Хайрликен, меня зовут Ольга Мун, и я исследовательница в сфере международного и сравнительного высшего образования Департамента образования Оксфордского университета. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему деколонизации знаний и эпистемологической несправедливости в академической среде независимого Казахстана. Как я заинтересовалась темой деколонизации знаний? Почему одни страны, культуры и знания считаются важными, а другие — предметами маргинализации? Я не смогу ответить в рамках одного выступления на все вопросы, на которые написаны десятки книг. Но позвольте мне попытаться поделиться с вами своей личной историей. Моя бабушка по папиной линии Мария Тян была депортирована в Казахстан в 1937 году. Моя бабушка по линии мамы Сальцева Евгения Андреевна после окончания с отличием Астраханского медицинского института выбрала местом работы промысел Досор Гурьевской Атраусской области. Ананев Виктор Михайлович, дедушка, был рентгенологом. Ну а папин-папа Мунтэн Син бежал с территории современной Северной Кореи от богатой невесты, так как не хотел жениться не по любви. Так гласит моя семейная история. Поскольку мамины папа и мама были русскими, наверное, сейчас, хотя у дедушки была мама украинка, наверное, сейчас их назвали бы частью колонизаторской машины. Они были врачами, любили Казахстан, казахский народ и казахскую степь, особенно степные тюльпаны. Мой папа — математик, мама — литературовед, преподаватель литературы этнических групп Казахстана, русской, корейской, немецкой, еврейской и многих других. Вы не найдёте в Казахстане специалиста русской литературы, кто любит казахскую литературу так же, как моя мама. На работе к ней так и обращаются Светлана Ханым, и ей дали казахское имя — Сауле. Мои племянники говорят на трёх языках, и поскольку они уже запутались, кто есть кто, просто называют меня лондонинкой, так как я с супругом проживаю в Лондоне. А мой уже британский супруг родился в Западной Украине. Я поделилась подробной историей своей семьи по нескольким причинам. Являюсь ли я потомком колонизаторов или марганализированным потомком депортированных и репрессированных людей, либо я являюсь привилегированным человеком, кто живёт в Европе и работает в элитном университете. Да, история повлияла на мою семейную генеалогию. И депортированные народы не только потеряли свою культуру, а также до сих пор находят много пустых страниц в своих семейных альбомах. Но депортированные обрели дом, и я считаю, что у любого человека, пережившего опыт миграции и перемещений, появляется множество домов. В научном мире есть сотни работ о том, что границы стран вымышлены, и понятие дома гибкое и сложное. Деколониальные подходы в науке — это переосмысление структурных процессов, у кого есть власть. В сфере высшего образования деколониальные студенческие движения начались в Африке и далее распространились по миру. Они есть и в Оксфордском университете. Студенты не хотят изучать историю академических дисциплин, будто кроме белых мужчин никто в мире и не занимался философией, политологией, искусствоведением. Деколониальные идеи должны быть антикапиталистическими, антипатриархальными и антироссийскими. А деколальные ученые выступают против существования структур национальных государств как априори жестоких и неравных. Происходят деколониальные процессы и в Центральной Азии. Но хотелось бы подчеркнуть, что вместо упрощений и соревнований в том, кто пережил больше травм и чье горе является центральным, сегодняшняя цель моего выступления состоит в том, чтобы донести идею. Маленький личный пример семьи может открыть дверь к изучению огромного и сложного процесса переосмысления истории и ее интерпретации в настоящем. Противоречия поколений — это мифы даже в разрезе одной семьи. Понятно, что нет homo sovieticus, а есть человек — агентность структуры власти, социализация, время и общество, в котором он живет. Но какова моя роль в пересмыслении колонизации и деколонизации Казахстана как ученый в сфере образования? Я отвечу как типичная ученая — все сложно. И главная мысль моего выступления сегодня — остерегайтесь ученых, кто упрощает сложные процессы. Думаю, ученый не даст рецептов о пяти простых шагах деколонизации и не будет утверждать, что существует один взгляд на проблему. Идея деколонизации состоит не в поиске одной истины, а в сложном и многолетнем поиске интерпретаций у разных групп. Не бойтесь не соглашаться с мнениями известных ученых. Сейчас я изучаю вопросы деколонизации знаний в своей диссертации. Переведу пример, с которым наверняка знакомы специалисты в сфере образования в Казахстане. Насколько часто ученые из Казахстана воспринимают экспертизу международных экспертов более качественной, чем знания отечественных ученых? И на самом деле, насколько более качественными являются все предложения международных экспертов? Респонденты моего исследования подтвердили, что в науке Казахстана существует неравноправие. Многие докторанты подвергли критике отношения западных ученых к ним, как к местным ученым, только собирающим данные, а не как к коллегам и савторам академических статей. Это описывает термин, разработанный Мирандой Фрикер, тостемониальная эпостемологическая несправедливость. Суть в том, что знания подвергаются сомнениям из-за предубеждений к ученым на основе идентичности, например, гендера или возраста. Большая часть критики была от лица молодых исследовательниц, которые подвергаются неравным отношениям как со стороны женщин более высокого академического статуса, так и со стороны мужчин. И во многом это не западные ученые, а отечественные, те, кто неуважительно относится к знаниям своих коллег. Этот вывод интересный, так как в глобальной литературе на данную тему очень часто описывается дискриминация небелых людей. Но в контексте Казахстана нужны еще большие исследования на тему идентичности и производства знаний. Многие ученые с недоумением говорят о том, что ценятся публикации только на английском языке. Выходит, если человек думает или пишет на русском и казахском языках, будто этих научных трудов и не существует. Самое серьезное последствие эпиземологической несправедливости это эпиземологическая смерть, исчезание знаний. Когда я прилетела в Казахстан для выступления, я посетила АС 40 дней со дня смерти писателя и ученого Амантая Кашибаевича Ахетова. При жизни он переживал, что забудут его труды. Он очень любил академические переводы и ценил их роль в распространении знаний на разных языках. Как ученая в сфере интернационализации образования, я думаю о том, кто будет цитировать труды Амантая Кашибаевича. Подвергнутся ли его знания эпиземологической смерти в погоне за публикациями в журналах Q1. Когда больше людей знают Фуко и Борзье, и статьи их цитировать легче, а главное, можно быстрее публиковать. К сожалению, присутствуют взгляды о том, что раньше стигматизировали акцент на русском, теперь высмеивают низкое качество гугл-переводов с казахского языка. Если знания казахстанских ученых исчезнут, кто будет виноват? Чья это ответственность? Колониального прошлого? Стремление к киберцентричной интернационализации? Или некомпетентности структур управления в результате глобального неравенства? Тема доминирования английского языка и неоколониальности недостаточно осмыслена в Казахстане. Профессор Чингсилиани пишет, что в посоветском пространстве есть исторически двойная колониальность и русского, и английского языков. Давайте подумаем вместе, русский — это язык колониальности или этнических меньшинств в Казахстане и родной для многих казахстанцев. Думаю, нужно больше исследований по проблеме, какую роль играют языки или о том, что люди делают при помощи этих языков. Германифтическая эпистемологическая несправедливость заключается в том, что в коллективном эпистемологическом сознании существуют пробелы, так называемая эпистемологическая лакуна, и люди не могут подобрать слова, чтобы описать или осмыслить свой опыт. Например, раньше женщины не могли описать харассмент, так как не было этого термина. Возможно, и казахстанские ученые, и жители страны должны преосмыслить свой советский опыт и влияние прошлого на настоящее в условиях, когда эти процессы происходят параллельно с неолиберальной модернизацией и построением национального государства. Складывается впечатление, что стемизация — это главный тренд в науке Казахстана, когда финансирование и развитие стенд-дисциплин выше, чем гуанитарных и социальных наук. Как же и кому изменить эту динамику? Я еще в поисках ответа на этот вопрос. С моими центрально-азиатскими коллегами мы придумали концепт «академическая махаля» не только как урбанистический термин, а как культурное сообщество, где ученые не соревнуются, а заботятся друг о друге. Вместо слова «аксакал», что исключает женщин и статуса мудрецов, мы применяем слово «атэнча». А в корейском языке есть понятие «джонг». Давайте вместе подумаем, применим ли этот концепт к переосмыслению деколониальных подходов к исследованиям социальных процессов в Казахстане. «Джонг» — это своего рода вид эмоций, который человек может выработать по отношению к живому или неживому объекту. Например, когда я проводила исследования в Корее со своей коллегой на тему социальной роли высшего образования как структуры, многие ученые не думали национальными категориями стран и местопроисхождения. Корейские ученые говорили о важности разнообразия культур и критиковали коммерсализацию высшего образования в стране. Для борьбы с глобальным потеплением один из них построил здание университета, где перерабатывалась дождевая вода и был сад с пчелами на крыше, чтобы студенты, профессура и каждый житель города могли наслаждаться природой и беседами. В нашем исследовании мы не могли описать то, что мы видим, и мы расширили понятие джонг как теоретическую линзу и методологию в понимании взаимоотношений человека и природы, университета и общества. Университет стал местом для пчел и людей, для созерцания и, как сказал наш респондент, местом, где мы можем улыбаться вместе. Я и мой соавтор выразили свою позицию. Работа над современными научными проектами призывает к обзору литературы на разных языках. Суть философии доброты джонг в нашей инпретации в том, что в мире можно жить в гармонии с собой и с природой без колонизации человеком природы. Очень важно сосуществовать с разными людьми и даже с пчелами. Ценности доброты и взаимопонимания особо важны и в процессе производства научных знаний. Я рада, что могу изучать тексты и казахша, и орешша, и на английском, немецком, чуть-чуть на корейском, и уже хорошо понимаю украинскую мову супруга. Русский язык не принадлежит России. Я открыта к миру языков, и я не держу зла и обиды на историю, которая была жестокой по отношению многих этносов Казахстана, включая и пропавшего без вести моего русского дедушку и депортированную корейскую бабушку. Я помню грустный взгляд папы вдаль, когда мы в Сеуле были, и он смотрел по направлению Северной Кореи, наверное, вспоминая отца. В Лондоне от военных сирен и русского языка у нас отдыхают друзья из Украины. А тем временем я читаю на казахском языке литературу для докторской, выступаю на русском языке и думаю о том, как мир будет залечивать послевоенные раны и жить в счастье и эпистемиологической плюреверсии. Я пришла к временному выводу. Быть счастливым, милосердным, мудрым и уметь прощать — это осознанное решение. Любовь к разнообразию — это мой дом, а не страны с их вымышленными границами. Мой ответ на деколониальные дискуссии в Центральной Азии таков. История и развитие Казахстана не могут быть проанализированы через исключительно западные теоретические рамки или культуру и язык одного этноса. Я очень жду новых ученых, кто добавит свои голоса к уже существующим исследованиям и, возможно, вдохновившись корейской культурой доброты джонг, приступит к внимательному, серьезному и ответственному изучению прошлого. Мне бы хотелось, чтобы было больше ученых с необычными именами и из необычной страны, которые станут говорить о важных научных идеях и человеческих ценностях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok